В конце текущей недели на финансовых рынках будут активно обсуждаться следующие события. Так, в четверг Европейский центральный банк опубликует свое решение по основной процентной ставке в июле. Согласно прогнозам, ключевая ставка останется на прежнем уровне 0%. Напомню, что предыдущая встреча европейского регулятора завершилась таким же решением. ЕЦБ оставил основные инструменты своей денежно-кредитной политики без изменений. Базовая процентная ставка сохранилась на нулевом уровне, а ставка по депозитам на уровне минус 0,4%. Экономика еврозоны переживает период подъема. Рост ВВП в первом квартале превысил прогнозы. Цены на нефть почти удвоились с начала января, а инвестиции увеличились. Многие аналитики считают, что прогноз по инфляции будет пересмотрен в сторону повышения связи с ростом цен на нефть и продукты питания. Однако есть мнение, что прогноз по базовой инфляции будет пересмотрен в сторону понижения. На следующий день, в пятницу, в Великобритании будет отчет по деловой активности в производственном секторе. Экономисты прогнозируют, что в июле показатель снизился до 47,8 пункта. Для сравнения, в июне индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе Великобритании составил 52,1 пункта, поднявшись по сравнению с 50,1 пункта в предыдущем месяце. Уровни выше 50 пунктов указывают на увеличение активности в секторе. Однако оно сдерживается слабым ростом мировой экономики, неблагоприятными валютными курсами и текущей рыночной нестабильностью. Во второй половине дня в пятницу в Канаде будет опубликована статистика по инфляции. Рынки ждут роста цен на 0,5% в месячном выражении. В мае цены в Канаде поднялись на 0,4% относительно предыдущего месяца. Экономисты ожидали повышения на 0,5%. В пересчете на годовые темпы рост потребительских цен ускорился на 1,5%, против ожидания ускорения на 1,6%. Цены на продукты питания в мае снизились на 0,3% по отношению к апрелю и выросли на 1,8% в годовом выражении. Жилье за отчетный месяц подорожало на 0,1% к апрелю и на 1,4% по сравнению с маем 2015 года. Помимо вышеперечисленной статистики, в четверг Великобритания опубликует данные по розничным продажам. США выпустят данные по числу обращений за пособием по безработице, продажам жилья на вторичном рынке и активности в производственном секторе округа Филадельфия. В пятницу Еврозон опубликует данные по деловой активности в производстве и сфере услуг. Великобритания опубликует данные по деловой активности в производственном секторе. Канада завершит неделю выпуском данных по розничным продажам.